Время новостей. В студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Безвизовый режим не отменят и тотального закрытия границ для украинских граждан с Евросоюзом не будет. Но временные ограничения для туристов все же введут. А вакцинация останется одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинство стран. Так, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали информацию о том, чего ожидать, если Евросоюз исключит Украину из списка безопасных государств из-за вспышки коронавируса. В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государством-членам Евросоюза. Окончательное решение разрешений или ограничений того или иного типа поезда граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущей неделе уже были исключены из зеленого списка ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ, как в прошлом году. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, на странице в Facebook. Киев в скором времени может перейти в красную зону карантина. В столице уже 70% койко-мест для ковидных больных заняты пациентами. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Тем временем за минувшие сутки от COVID-19 привелись почти 200 тысяч человек. Это существенный прирост по сравнению с предыдущим днем. Полный курс иммунизации уже прошли 6 млн 573 тыс. украинцев. Еще 8 млн 65 тыс. получили одну дозу препарата. Минздрав потребовал нарастить темпы вакцинации вдвое. С нынешних 700-750 тыс. в неделю до полутора миллиона. Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные. Утверждены и отдельные регионы, например, Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией. Виктор Лешко, министр здравоохранения Украины, на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины. Напомню, по данным электронной системы здравоохранения, 97% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были не вакцинированы, то есть не получили двух доз антиковидной прививки. В Минздраве подчеркивает иммунизация самый действенный метод профилактики коронавируса. Медики также призывают носить маски и придерживаться социальной дистанции. Получить ответы на все вопросы, касающиеся COVID-19 и вакцинации, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экранах. Еженедельный прирост новых случаев коронавируса в Крыму в течение октября составил 25%. Такие данные предоставили оккупационные власти. В Севастополе зафиксировали 301 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 7 разоболевших. Тем временем в отдельных районах Донецкой области заболели 422 человека. А вот о количестве новых случаев на временно неподконтрольной территории Луганской области за минувшие сутки оккупационные администрации не сообщили. Напомню статистику. С временно неподконтрольных в Украине территорий, а также из оккупированного Россией Крыма, правозащитники международной организации считают намеренно заниженной. Реальные цифры могут быть гораздо выше. Латвия вводит жесткие ограничения из-за роста количества инфицированных COVID-19 и низкого уровня вакцинации. В стране привелись только 54% взрослого населения, при том, что средний показатель по ЕС – 74%. Окончательный пакет ограничительных мер правительство утвердит завтра, а в силу они вступят с 21 октября. Среди прочего – введение комендантского часа с 8 вечера до 5 утра, продление осенних каникул на неделю, закрытие магазинов, которые не продают товары первой необходимости, парикмахерских салонов красоты и заведений общественного питания. Александр Корниенко занял место в президиуме Верховной Рады. За его назначение на должность первого заместителя председателя парламента проголосовали 256 народных депутатов Украины. Александр Корниенко – представитель монобольшинства и глава партии «Слуга народа». Он занял кресло, которое освободил Руслан Стефанчук после избрания на должность председателя Верховной Рады. Новый первый вице-спикер говорит, планирует изменить работу парламента, чтобы орган мог эффективно проводить реформы в стране, в том числе и изменить регламент ради борьбы с так называемым поправочным спамом. В первую очередь, я думаю, нам надо сформировать нашу команду, которая будет работать и над реформами Верховной Рады, и вообще делать системную работу. Первоочередная задача нового президиума – все же провести эти соответствующие собеседования. Я знаю, что Руслан Алексеевич этим активно занимается. Поэтому я ему помогу, если будет такая необходимость. И чтобы мы на следующей пленарной неделе уже определились с кандидатурой руководителя аппарата. Перспективы сотрудничества Украины и США обсудили министры обороны Украины и Соединенных Штатов в Киеве. По словам Андрея Тарана, еще одной темой переговоров стала реализация подписания в конце августа между Украиной и США соглашения о стратегических основах оборонного партнерства. Говорили также о безопасности в Черном море и развитии вооруженных сил Украины. Россия начала эту войну. Она является тем камнем, который препятствует мирному регулированию. Они нарушили территориальную целостность и суверенитет Украины. С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Что у нас есть, чтобы остановить российскую агрессию? У нас есть главное. Это вооруженные силы Украины, которые подготовлены и прошли суровое обучение во время войны с российскими оккупантами. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость и всячески будут удерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии. На админгранице с оккупированным Россией и Крымом закрылся контрольный пункт въезда-выезда Чаплынка. 19 октября он прекратил свою работу. Такое решение приняли в Херсонской областной госадминистрации в начале этого месяца. КПВ Чаплынка не функционирует с июня, а до этого админграницу тут пересекали только 10 человек в сутки. До карантина около сотни человек в обоих направлениях. Пересечь админграницу с оккупированным Крымом можно на контрольных пунктах въезда-выезда Каланчак и Чангар. Они работают в штатном режиме. Об этом нашему телеканалу сообщили в Госпогранслужбе Украины. После реконструкции контрольных пунктов въезда-выезда Чангар и Каланчак мы фиксировали то, что люди чаще стали выбирать именно эти дорожные коридоры, поскольку там есть сервис, поскольку там есть надлежащее обустройство, и людям комфортно пересекать в том направлении. К тому же, как сообщали нам сами граждане, не все, но некоторые из них, кто пересекал админграницу в Чаплынке, что фактически это направление им логистически неудобно для того, чтобы добираться в нужные места. Критическая остается ситуация с водоснабжением в оккупированном России и Крыму. В Вилогорском районе это водный донор для юго-восточной части полуострова значительно обмелели водоемы. Кроме того, критически мало воды осталось и в тайганском хранилище. Напомню, 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северокрымский канал. После оккупации России полуострова подачу воды по нему прекратили. Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает. Согласно международному праву, Российская Федерация несет полную ответственность за обеспечение населения оккупированного Крыма водой. Именные звезды для паралимпийцев. В этом году на паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены стали шестыми в финальном медальном зачете. Они завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. А сегодня на звездной аллее в Киеве в честь троих паралимпийцев открывают именные звезды. Прямо сейчас там находится и наш корреспондент Лариса Зубенко. Лариса, тебе слово, рассказывай все подробности. Вот буквально пару минут назад здесь на спортивной площади в Киеве открыли 48-ю, 49-ю и 50-ю юбилейную именные звезды. Здесь зажигаются звезды только в честь украинских спортсменов. С сегодняшнего дня здесь увековечены имена биатлонистки, лыжницы, многоразовой чемпионки и призера зимних паралимпийских игр Елены Юрковской, многоразового паралимпийского чемпиона мира и Европы по плаванию Максима Крепака и спортсмена с ограниченным зрением, участника пяти паралимпийских игр по плаванию Виктора Смирнова. Все они говорят о том, что открытие именных звезд в центре столицы стало для них неожиданностью. Приятно? Я не знаю, что еще сказать. Но это искренне приятно, честно. Неожиданно. Приятно, что ставят в один ряд с именитыми другими спортсменами, которые уже в истории Украины. Для меня это можно сказать сегодня 19 октября символичный день, потому что это будет вторая звезда для меня. А первую звезду именно 19 октября 2004 году мне присвоили звание Героя Украины. Для меня это означает внимание и почетная честь общества, что люди посчитали, что я достоин быть представлен на данной площади, потому что на этой площади имена выдающихся людей. На звездах высечены не только имена паралимпийцев, а и специальные QR-коды, отсканировав которые вы можете узнать больше об украинских спортсменах. Аня, слово тебе. Спасибо тебе, Лариса, за подробности. С нами на связи была наш корреспондент Лариса Зубенко. Она находится в центре Киева, где прошло открытие звезд Героев для спортсменов. Итоги дня смотрите «Вечером» со Светланой Леонтьевой. Я прощаюсь с вами до завтра и напоминаю о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова